Виновным признали, но от наказания освободили. Суд подтвердил вину директора РСК Олимпийский Геннадия Калищука, избившего фотокорреспондента. Почему санкции Фемиды руководителю удалось избежать, знает Анастасия Певная. Киевский районный суд вынес приговор директору РСК Олимпийский. Геннадия Калищука признали виновным в нанесении легких телесных повреждений журналисту Игорю Ткаченко. Однако из-за истечения сроков давности от наказания выплаты штрафа директора спортивного комплекса освободили. Слушание дела длилось более пяти лет. В 2008-м на футбольном матче Калищук ударил журналиста по лицу за то, что тот фотографировал ВИП-гостей. Во время следствия директор Олимпийского свою вину признал, но потом передумал. Заявил, показания дал под давлением. И на самом деле ни в чем не виновен. Согласен ли подсудимый с приговором и собирается ли подавать апелляцию, Геннадий Калищук комментировать не стал. Скажите, вы будете оспаривать решение? Ты не повысь. Вы будете решение оспаривать? Апелляцию будете подавать? Пострадавший Игорь Ткаченко считает наказание слишком мягким. Фотокорреспондент намерен подавать апелляцию и продолжит судиться до вынесения более жесткого вердикта обидчику. Все-таки условный срок, чтобы этого человека держать в каких-то рамках. Потому что это, понимаете, это не ситуация связанная именно с Калищуком и Ткаченко. Он действует по отношению к другим журналистам и просто людям именно по-хамски. У меня путь 5,5 лет. Будем двигаться дальше, пока суд не вынесет справедливое решение. Адвокат пострадавшего журналиста намерен добиться, чтобы директора РСК Олимпийский привлекли по статье препятствование журналистской деятельности, согласно которой обидчику будет сложнее избежать наказания. Анастасия Певна, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс.